Здравствуйте коллеги меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию представлю еще один вебкаст на тему строковые функции в SQL Server 2012 это уже пятая часть и в сегодняшнем вебкасте речь пойдет о функции substring мы собственно познакомимся с ней посмотрим на ее синтезис и примеры ее использования наш вебкаст по-прежнему проходит на сервере SQL 01 который находится в домене Nerf Local на нем установлен SQL Server 2012 Redux Enterprise с первым сервис паком все демонстрации нашего вебкаста будут проходить на базе Nerf Accounting 2.2 ее вы можете скачать у меня на сайте там же есть инструкция по ее подключению на сайте есть также более новые версии этой базы данных вы можете использовать и их но они уже рассчитаны на SQL Server 2014 итак по сегодняшнему сценарию у нас только функция substring и только примеры ее использования давайте с ней познакомимся функция substring имеет достаточно простой синтезис вы ее можете использовать как на обычном тексте так и в общем-то натравить на колонку стандартный наш запрос select from схема таблица дальше мы указываем функцию substring указываем колонку на которой будем применять эту функцию колонка должна быть либо текстовой либо числовой но разумеется смысл есть применять только на текстовой колонке также функции помимо колонки вы должны передать два числа первое число будет обозначать какого символа нужно начать выборку и второе число обозначает какое число символов вы хотите выбрать в предыдущем вебкасте мы показывали как при помощи left right делать обрезку но вот при помощи substring это делать намного проще потому что вы просто выбираете кусочек текста посмотрим например здесь допущена ошибка select char index на самом деле здесь должна была быть указана функция substring а потом указывает столбец title начинать с 15 символа и выбрать 5 вот таким вот образом здесь допущена ошибка но ничего страшного я думаю в этом нет давайте посмотрим как это все будет происходить на SQL сервере и так нам потребуется создать новый запрос мы подключимся к нашей базе данных nerf accounting вот что мы будем делать для начала давайте для выберем все из таблицы dbo software так отлично получили 41 значение нам будет многовато давайте немножко обрежем до второй категории например окей вот такая вот у нас получилась выборка и попробуем отстричь например год год у нас начинается с 9 символа соответственно что мы сделаем здесь я даже отступлю продублирую запись мы оставим столбец title и потом используем функцию substring вот сначала указываем столбец title на нем будем работать начнем нашу выборку с 9 символа и выберем 4 символа хотя стоп 9 символ то что сервер тогда лучше тогда лучше 6 символов вот далее приклеим все псевдоним саптайтл окей пусть будет как то так пожалуйста отрезали сервер давать попробуем отрез еще и год так соответственно что мы делаем запятая сап стринг столбец title символ 16 далее отрезаем 4 ас ер так вроде бы все верно давайте проверим пожалуйста вот таким вот образом работает функция сап стринг разумеется интереснее использовать все это дело в совокупности с другим функциям потому как числовые значения которые используют функция сап стринг гораздо интереснее выбирать тоже при помощи функций но и что-нибудь такое попроще сделаем например возьмем все из таблички dbo webcasts обрежем до windows сервер окей у нас осталось 25 значений и теперь давайте будем использовать функцию сап стринг для того что чтобы из столбца title найти название продукта который в нем используется и так что мы сделаем так для начала оставим только столбец title ну и пусть например будет столбец date окей так обрезали таким образом теперь что мы будем делать дальше давайте посчитаем длину нашего столбца title для это используем функцию лен окей посчитали далее при помощи функции чар индекс мы найдем стартовый символ искать мы будем windows из столбца title так посчитали 9 8 18 30 везде разные символы используются вот и далее мы выберем например просто 22 символа так вот забираем чар индекс указываем наш столбец title указываем стартовый символ при помощи функции чар индекс и отрезаем 22 символа окей пробуем окей все здорово получилось с нашими продуктами вот с этими но вот видите windows сервер 8 у нас здесь как-то не вписывается картину давайте его отрежем при помощи условия в и не будем пока что использовать окей вот таким вот образом выкинули 4 значения и получили нормальную выборку которая удовлетворяет нашим условиям ну давайте попробуем сделать еще один вариант вариант выборки например выберем наши веб-касты поиски в сервере 2012 давайте на этот раз будем использовать псевдоним давайте на этот раз будем использовать псевдоним так так и скелсер у нас помню 13 до 2010 до 13 продукт так хорошо посчитали мы лен и теперь мы добавим сюда чар индекс будем искать на слово из кей окей нашли это здесь 18 тут 16 это все нормально так что будем делать дальше дальше мы используем функцию substring и полученные значения добавим в нее отрезать мы будем вот с этого символа и затем использовать длину полученную при помощи функции лен ну теперь скелсервер добавим 2012 вроде бы все верно пожалуйста ну понятно что это не самый красивый вариант потому что я в прямую указываю сколько нужно посчитать символов но тем не менее все работает мы собираем это при помощи функций я я думаю такого примера достаточно для того чтобы познакомиться и разобраться с тем как работает функция substring вот никаких проблем с этим нет легко можно и просто использовать давайте подводить итоги так мы познакомились функции substring которая очень удобно в использовании отрезает нужную строку из другой текстовой строки понятно что можно это на числах проделать ну особых преимуществ от этого вы не получите это уже не первый вебкаст из серии да и серия в общем то достаточно большая порядковый номер этого вебкаста 20 будут еще как минимум три по скелсеру 2012 дальше я перейду уже к скелсеру 2014 но если вас заинтересовало посмотрите предыдущие вебкасты в скором времени будут и последующие по материалам данного вебкаста мы все разобрали если у вас появились вопросы или пожелания прислать их мне в почту на lebedefury.gmail.com подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.com ну и все мои материалы собраны у меня на сайте заходите смотрите пройти комплексное авторизованное обучение по скелсервер вы можете учебном центре softline education на этом все спасибо за внимание и будьте здоровы желаю спасибо спасибо Продолжение следует...